Виталий Гагунский 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 Скажем так, моих друзей, моих коллег, это не только актеры, а большинство из них это олимпийские чемпионы, чемпионы мира, в основном по единоборствам, заслуженные, уважаемые спортсмены, люди, многие сегодня уже депутаты. И так получилось, что просто мы создали этот проект, я увидел концепцию, там Юра Стрелкин, я написал мотив, слова, он подхватил, написал стихи, в которых говорится о том, что все мы сегодня многолики, разноголосы, но объединены единой целью, любовью к родине, мы все родились в России. И поэтому у нас в клипе снимаются люди разных национальностей, это было еще до того, как я присоединился к федеральному агентству по делам национальностей. И мне было приятно, что это оценили, это не коммерческая история, не коммерческая, да, то есть я не собираю стадионы, не выступаю в клубах с этим, но когда такие социально значимые мероприятия, мне приятно, что именно их выдвигают. И что именно их оценивают, это тоже объединяет людей, национальности и все о любви, да. Когда об этом как-то говорится красивым художественным языком, и это на конкретном примере, я вчера видел, как все главы республик между собой общались дружески, и хотя понимаю, что где-то в отдельных регионах есть напряжение, связанное, а что говорить, мы сейчас были в Грузии, и Грузия хорошо жила на Советском Союзе. Я первые два года своей жизни родители у меня познакомились в Руставе, и я там прожил, скажем так, пусть и несознательно, но жизнь у меня, любовь к горам, к востоку, к вину, она витала в воздухе, к гостеприимству, к пению, к музыке. Она у меня осталась, видно, я это видел в любом случае, да, и то, что сегодня возникают какие-то конфликты и напряжения, это неприятно. Поэтому, конечно, цель визита сюда, это маленький кирпичик, общение. Мы не говорим тут в прямую, да, о каких-то там горячих, напряженных моментах, не заостряем на это внимание. Просто идут, да, все так все понимают, что, к сожалению, все конфликты порождают бедность. И когда у людей социальная неустроенность, это та благоприятная почва, куда можно заранее посеять любое семя, любых негативных, напряженных. Поэтому одна из задач общения на форуме, помочь людям найти себя, найти себя, чтобы вывести к своей мечте, привести. Это очень важная история, не могу я оставить без внимания, потому что я сам всю жизнь иду к мечте, и многого из того, о чем я мечтал, я добился. И поэтому я счастливый, мирный человек, потому что все в моей жизни так, как я хотел. И, конечно, это порождает любовь к окружающему миру. Неустроенность, конечно, порождает конфликт ситуаций. А все очень просто, и сегодня тем более такое время, когда все мечты могут стать реальностью. Вы актер комедийный, сложился такой стереотип, по крайней мере, нет ли желания и планов на будущее сыграть серьезную роль, например, может быть, военного? У меня лично такого желания нет. Я вижу себя в комиксах, я вижу себя как креативный продюсер мультфильмов. У меня хорошо получается писать музыку, у меня хорошо получается писать образы. У меня сегодня очень хорошо получается в детском творчестве. Здесь, на форуме, есть ли что-то или, может быть, кто-то, какой-то конкретный человек, кто может вдохновить на творчество вот прямо здесь, сиюминутно? Ну, я вот, к счастью или к сожалению, прикреплен к площадке «Время героев», опять-таки, под знаменом «Фаден» и «РРФ». Меня вдохновляет и площадка, и гости, которые приезжают, и команда «Фаден», и у нас и обед, и ужин, и деловые, и дружеские беседы, на которых мы много планируем, и создание фильмов, и других проектов. То есть, эта площадка, и то, что вы сейчас общаетесь со мной, задаете вопросы, для меня тоже это приятно и вдохновляет. То есть, источник вдохновения каждый может, вот девушки сейчас могут подписаться на Егора Крида и, например, вдохновляться аккаунтом российской суперзвезды. Вот. Источники вдохновения будут разные. Вчера прошло ваше выступление. Есть ли какие-то особенные эмоции от того, когда вы выходите перед публикой, разной национальности, разных культур, что-то вот цепляет особенно? Я не хочу показаться нетолерантным. Я честно, ну, я знаю особенности, но, в принципе, если мы говорим о национальности, я живу в Москве, если посмотреть мою записную книжку, ватсап, да, то я, один момент, я вообще поймал себя на том, что я сейчас еду на встречу к Артуру, разговариваю с Давидом, вечером я должен встречаться с Араратом. Будучи в Москве. Будучи в Москве, да. Потом у меня смс-ка пришла от Арама, и, значит, я понимаю, что я живу в счастливом, волшебном, сказочном мире, где я не различаю национальностей. Плюс я жил в Одессе, где смешение всех национальностей. И здесь я не... Вот честно, я смотрю, в Москве такое количество сегодня кавказцев, да, что я тут не увидел какой-то разницы. И какие-то разные, тем более, национальности. Я вообще не разделяю. Для меня люди, граждане своей страны, это одна национальность. Русский. Вообще, если мы говорим о толерантности, и вообще мы говорим... В Америке нет американец-мексиканец, то написано просто американец. Вообще, одна из задач, я считаю, нашей страны... Здесь тонкий момент сохранить культуру, этническую культуру своей страны, традиции. В каждой стране, в каждой республике, в каждом... В каждой общине есть чему поучиться, есть свои традиции. Как и... Которые требуют какой-то... Ну, нельзя сказать... Все люди искали счастье, и какие-то традиции, они только были для того сложны, чтобы человек нашел самый короткий путь к счастью. Как и религия. Да, это самый короткий путь к счастью. Это... Это снимает очаг напряжения. Поэтому я смотрю просто на людей, которым приятно было вчера... Перед которыми было вчера выступать приятно. Ну, и я был удивлен, что песня, там, условно говоря, Шо Мас Буон, на английском языке, не совсем современная. И я видел, что все люди, молодежь, да, 18-летняя, знают слова наизусть. Это говорит о том, что настоящее искусство, оно... Живет... Здрасте, да. Оно живет, оно... Спустя десятки лет... Ну, это было приятное открытие для меня, да. Очень много здесь на форуме посвящено волонтерству, добровольчеству. Можете ли сейчас вспомнить какое-нибудь свое добровольное дело, вот, из последних? К сожалению, опять-таки, да, есть такая история, как под названием шоу-бизнес, да, где не приветствуется волонтерство. И любое твое добровольное начало сразу облетает, что вот, как бы, человек поехал бесплатно куда-то. Ну, есть более высокие цели лично у меня, да. Я не так глуп, как может показаться на первый взгляд. Вот. И волонтерство, оно... В Одессе говорят, что по-настоящему хорошо, когда всем хорошо, а тебе лучше всех. Вот это вот волонтерство. А футбольный клуб любимый какой? Клуб, ну, таких, как... Я болею за Киевское Динамо с 1984 года. Ну, таких, как я называют, глорами, потому что я болею не за клуб, а я болею за людей, которые играют и представляют... Мне долго не нравилось то, что там люди переходят из клуба в клуб, да, потому что ты... Кажется, как у него сложится судьба в клубе, а не просто там за значок какой-то, да. Ну, сегодня я смирился с тем, что это современный, там, мир диктует свои реалии. Я болел за Зидана. Вот все это время, то, что он сделал, я за него искренне радовался. В качестве тренера? В качестве тренера в том числе еще больше переживал, чем за футболистом. Мне очень просто нравятся люди, как Зидан, которые... Ну, просто делать невозможно. Конечно, сейчас я конкретно болел за сборную России, то есть до слез, то, что ребята сделали, то, что... Болеешь за людей, как отношения, да, если человек позорит свой клуб, да, я... Сложно за него переживать. Сложно за него переживать, да, если он позорит, эмблему, если сейчас деньги решают, да. Ну, когда за страну встали, когда Дзюба давал интервью, когда Акинфеев на грани своих, ну, человеческих возможностей вытягивал от мяча, потом сказал, что я ни при чем, а это все команда. Ну, как это можно не оценить, как можно за это не переживать? Конечно, ты этому сопереживаешь. Кто? Кузя или Нафаня? Ну, у меня и до Кузи-то был Кузя, а после Кузи-то только Кузя. Ну, какой Нафаня, на самом деле? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.